Во-первых, я очень рада приветствовать всех, кто присоединился к нам сегодня и ехал из других городов и даже стран на нужную площадку Ромы Бреханова. От лица руководства приветствую вас. Меня зовут Марина Екатерина, я руководитель начальника отдела статистических коммуникаций. Я имею ввиду ассистентом предпринимательного проекта менеджмента спорта Ромы Бреханова и членом рабочей группы по вопросам развития спорта в сухих технологиях и сфотографии. Сегодня научное сообщество предлагает нам не только возможность расширить границ наших знаний, но и создать механические возможности для карьерного роста и саммобилизации. нарушения веков, наука оставалась третьей прогресса, и сегодня она предлагает нам не только возможности нового подружения знаний, но и широкий спектр путей для профессионального образования. Возможности для ученых в нашем мире сегодня достаточно разнообразны. Мы можем применять к академическим ислотам, исследовать инфекциональные вопросы в университетах и научных институтах, мы можем вести исследования и разработки института в компаниях на связь в вклад в создание новых технологий и решения юристично устойчивого развития планеты. Мы также можем стать предпринимателями основа собственной стартапами, обращая в жизнь свои самые смелые идеи. Однако, они в этих классических путей существуют и много инвестиционных возможностей. Я приглашаю всех сегодняшних спикеров, сегодня осталось четверо и шести, но самое яркое. Я приглашаю спикеров из специалистического опыта, делиться с людьми наблюдениями и от перспективов карьеры ученых. В какие области сегодня стоит обратить внимание, что в плане уже сегодня и будет в ближайшем будущем? Какие сферы деятельности, наиболее востребованные, какие компетенции помогают успешно реализовывать нам, как лица? Будем ровно послушать Ваши мнения. Вопросы, идеи, надеюсь, в конце панели мы выйдем с Вами на дискуссию, которая придем в конце концепцию. И прежде чем начнем прошу предложить стайминг, мы настанем на сегодняшний момент. Первое слово я бы хотела передать Андрею Алфёкову, члену коллеги Нубовосвящения России, президент Национальной Ассоциации, взаимодействующей Совет образовательных организаций, члену Общественного Совета РОСОБРА ТОРА, помощник будет продолжим. Андрей. Екатерина, спасибо большое, я так не буду меня так много представлять, я просто стараюсь как-то сократить все эти легальные статусы, хотя на самом деле все очень... Микрофон повис, сейчас слышно, да? Вот, уважаемые коллеги, еще раз приветствую вас, спасибо за возможность, я выражаю коллегам, принять участие в форуме. Я в первую очередь принимаю участие в женском форуме, когда когда на женский форум стали приглашать одного мужчину, потом стало чуть больше появляться, и все время вот с наукой. И знаете, я про это сталкивался посленно, а когда вот сегодня я пришел пораньше, когда это получилось, я с большим удовольствием послушал экспертов, спикеров, специалистов по развитию искусственного интеллекта. Это прямо было в тему, потому что буквально, вот вы знаете, вчера мэр Москвы и глава Сбербанта соглашение о развитии искусственного интеллекта, послание президента об этом говорит. Все цели сегодня заточены до 2030 года. Тема науки сегодня начинает подниматься. Председатель правительства делает акцент на развитии науки. Мы, наверное, сегодня все впервые столкнулись с вами с тем, что наука приобретает ту форму, которую она вообще не должна была терять никогда. Она всегда была важна, нужна, необходима. Именно наука в виду, именно 90-летний Гагарьев отмечает, именно полет в космос, именно достижение атомной направлении, энергетики везде, то есть истинный прогресс – это наука. Но наука не может быть без образования. Так и образование без науки. Я вот 15 лет своей деятельности погружен очень глубоко в сферу общего образования, в сферу работы и взаимодействия с участниками образовательных отношений в школах. Даже в детских садах с родителями, воспитателями, в учреждениях до образования. Режет СПО колледжи, еще реже – вузы. И сегодня, в 2024 году, перед тем, как сегодня начать эту дискуссию, обсуждали все-таки, что мы видим, насколько быстро идет сегодняшнее развитие, уже никто не скрывает нашего информационного общества, какие сегодня показатели находят на первом плане. И что сказал президент? Самое главное – это народосбережение, это люди, потому что люди решают все. Но люди – это еще специалисты и эксперты, которые должны оставаться в нашей стране и развивать, и создавать что? Технологический суверенитет. В рамках моей работы – это развитие суверенной, концертальной системы образования, а следовательно и науки в целом. Я вот задал себе вопрос. Я же встречаюсь с ученическим самоуправлением, с лидерами общественного мнения. И какие навыки сегодня, наверное, самые востребованные, которые нужно прокачивать, на которые нужно обращать внимание вас и руководителям, и родителям. Кто такой родитель? Родитель – это первый педагог. Правильно? И могучая связь учителя и родителей дает прекрасную воспитательную практику. Я здесь я привел такой кулак. Первое. Сегодня будущий ученый формируется в стенах школы. Перед вами несостоящийся ученый, который рос в себе ученых – мама, баба, дедушки. Поступил в один – лазический, он закончил, два – параллель, во второй – а с первой – правочная. Но по политическим и другим, так сказать, моментам в моем городе, в Москве, были закрыты ситуационные, так сказать, возможности защиты, конференции, научные статьи. И тем, кто ушла. Все должно быть в уровне. Я никак не могу к ней вернуться. Сегодня я вижу ребят, которые в теме разговора в научных кружках хотят, заинтересованы реализовать себя в науке. И они проявляют себя, потому что они коммуникальны, потому что они грехи, потому что у них критическое ощущение, потому что у них отсутствуют не здоровые амбиции, а здоровая целеустремленность. И пяты, потому что они любознательны, они пьедливы. То, что они хотят увидеть, узнать, непонятно. И формирование научных кружков в школах, я сегодня считаю, архиважных. Их сегодня, к сожалению, в обнеурочной географии практически нет. Также я бы предложил, и, может быть, они и есть, я даже когда-то где-то состоял, ассоциации, допустим, моя или друг друга объединяла молодого ученого. Скорее все-таки и есть. Но они же, наверное, сегодня здесь не приглашены. То есть ассоциация молодых ученых, или ассоциация будущих ученых, которые могли бы, вот как мы сегодня с вами за таким другим столом, для актура будущего, да, так собрались до того, чтобы сгенерировать идеи, которые могли бы влечь в основу ее реализации. Андрей, я совершенно поддерживаю идеи о большом образовании, я считаю, что очень важно занимать профессиональности, ребятам саморайка работы, то есть, действительно, важно научные кружки и какие-то дополнительные секции связывать еще и в школах. Добрый день коллегиям. Очень приятно участвовать в этой форме. Спасибо вам большое. Добрый день коллегиям. Спасибо, что вы пригласили сюда. И я хотела бы поделиться своим видением, но я думаю, что много здесь могут присоединиться, в том, что на сегодняшний день для нас, для всех, и не только для студентов, для журналистов, для взрослых людей, важного внутреннего состояния. Важны эмоциональный и легалый баланс, и то, как человек себя ощущает. В рамках успеха в карьере, то есть, если мы говорим о развитии ученого, очень важно иметь веру в себя, уверенность и усилу внутренних ресурсов для того, чтобы достигать определенных высот. То есть, я думаю, что это… Я больше способствовала, и, будучи инструктором кунтарины йоги, это практика направленная на дыхание, внутреннее состояние, она дает ему гормон и внутренний эмоциональный баланс. Чем дальше мы идем, тем больше мы имеем хаоса в нашем мире, и, на мой взгляд, этот хаос все больше набирает обороты. Конечно же, мы все оптимистично смотрим, старались усмотреть и ищем именно что-то позитивное в нашем мире сейчас. И вот как раз-таки в практике инструментов, которыми я владею, они направлены на рекламу, чтобы я постороннего направляю в фокус внутреннее состояние. В частности, есть одно упражнение. Я, на самом деле, хотела его уважительно всех выполнить вместе, так как это, скажем так, не совсем формат, как мне потом сказали, то, значит, я просто вам могу осуществить, что это за упражнение. Эта практика, она направлена на то, чтобы как раз-таки ее использовать для себя. В моменте нужно собраться, настроиться, изменить негативные восстановки на позитивные. Эта практика называется ЕФД. Нужно придумывать технос. Выполняется она достаточно быстро, занимает 3 минуты, и она направлена на то, что мы работаем именно с нашим сознанием. Это буквально как расстукивание. Не знаю, может вы слышали такую практику. И она очень быстренько человека расслабляет эмоционально, приводит в обратный баланс и дает соответственный ресурс. Конечно, упражнения, они все здесь для того, чтобы их делать. Даня, что сейчас говорила. Ну вот, в общем-то, если вернуться к вопросу, как достигать успеха, то здесь моя рекомендация, конечно, настраивать себя на правильное состояние и двигаться к своей цели. Ольга, спасибо большое. Я уверена, что позитивный настрой, положительный любой деятельности обязательно полезен. Всегда это нас обладывает. Коллеги, к нашу дискуссию с Мариной Душенова. Уведитель Humanitech, CTA Awards. Руководитель образователь программы «Глобная механика» Магина, здравствуйте. Спасибо, что приехали. Вам слово. Спасибо, Екатерина, что просто оставили меня возможно сегодня наступить на этой площадке. И в то же время я хочу приветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия. И все же я хочу сказать, что я сроза это пишет только о уникальности моего города, то, что он газроспалок, он будет упомянуть в город. Особенность женщин наших, которые живут в этой замечательной республике, и, как вы сами, занимается наукой четыре тысячи человек, а мужчин занимается восемь тысяч. И что самое уцелительное, что я хочу сказать, то, что женщины больше занимаются и респреденцией, то есть наукой связаны с респреденцией, с медициной, с гуманитарными науками. А вот женщин, которые занимаются техническим направлением, или, допустим, инженерным направлением, очень мало. Поэтому у меня к вам вопрос. Аудитории есть ли сегодня кто присутствует, которые занимаются техническим направлением, научным исследованием, в техническом направлении? О! Я очень-очень рада, что мы с вами коллеги, и вы меня очень хорошо поймете в этой ситуации, когда сегодня я буду поговорить именно об этом. Я же занимаюсь научными исследованиями именно в техническом направлении, как я и говорю, а именно в теории механицовой машины. Сегодня я хочу вам рассказать свой кейс о том, чем вы занимаетесь, чем у меня связаны науки, и какие у меня достижения именно в этой ситуации. Здесь уже вы меня представлены, наверное, на этом я не буду акцентировать внимание. Единственное, что я хочу сказать, что занимаясь воином, а не запоможем, в Кыргызстане всего 5 человек. И очень такое реже направление у нас в Кыргызстане, поэтому я всячески, у меня есть такая возможность, так как я преподаватель, преподаю в авиационном институте, в Кыргызстом техническом университете, у меня есть возможность работать со студентами. И, соответственно, используя различные интернет-площадки, это Ютуб, Телеграм-каналы, я имею в виду свои занятия, и привлекаю студентов для того, чтобы они занимались научными исследованиями, тем более, что применяя при этом инновационные технологии, то есть это 3D-моделирование деталей, или конструкции механизмов, или, допустим, 3D-печать. и это способствует то, чтобы привлечь именно внимание женских, девочек, поэтому я еще работаю общественным деятелем в ТЭК-набуме Кыргызстане, где у нас есть такой проект, можно сказать, в течение года мы его осуществили вполне успешно, это называется «Девочки-набум». То есть мы ученые, которые занимаются наукой в Кыргызстане, и мы привлекаем девушек, рассказываем, какие у них есть возможности заниматься наукой, мы проводим менторскую работу, наставничество, делитесь со своими единицами, то есть всячески хотим привлечь внимание к своему направлению, именно к техническому направлению, потому что я именно занимаюсь наукой по теории механических машин, как я уже повторяюсь. Конечно же, для того, чтобы привлечь внимание женской аудитории именно к своей профессии, чем я занимаюсь в науке, естественно, я должна им показать, что я достигла, что я занимаюсь наукой, и что они могут от этого получить. То есть, чтобы у них появилась заинтересованность, для этого, конечно же, у меня должны быть какие-то достижения для того, чтобы они смогли разнакомиться. В прошлом году я стала лауреатом премии «Наука без границ», «Колбоком, женщин, науки и технологии». Это был вот такой вот мой порыв, вот, участвовать в таком международном проекте в российской национальной премии. Я благодарю руководство и саму главу Винроссия Екатерину Евгению Ельичину, потому что она поддержала именно Кыргызское сообщество женское, которое занимается наукой. Далее в апреле месяце я участвовала в проекте «Реминентальный СССР» и получила премию «Best Alive» и в съезде в Тбилиси у меня была возможность общаться с другими женщинами, фемина, которая занимается наукой, технологией, женщиной в бизнесе. И очень рада тому, что именно женское международное сообщество обращает внимание к женщинам, которые занимаются наукой. Вот это вот ключевое слово. В «Эминентальный Глобал Аборс», так как я стала победителем номинации «Best Alive», конечно, я получила путевку и участвовала уже в самом финале, где участвовалась женщина, и участвовали женщины с разных стран. Это Франция, это Германия, Америка, и мы тоже у нас в группе «Best Alive» делали совместные коллаборации с победителями, поэтому это был какой-то для меня большой опыт, и я могу уже, возвращаясь к «Best Alive», поделиться этим опытом, и у меня есть возможность рассказать именно молодым девушкам, студенткам, женщинам, которые хотят себя проявить наукой. И вот следующий слайд. Хочу просто вот я поставила слайд, просто вам показать сегодня эти аудитории, чем я занимаюсь. Это трехприводной механизм для ведения строительных дорожных машин. Видите, какая у меня тема. Да, вот как только я показываю свое авторское патентное изобретение, это мой, кстати, четвертый патент, и удивляется, как это ты, женщина, занимаешься такими исследованиями. Да, я считаю, что нет границ никакой технаты, или занимаясь космосроением или строительным строением. Нет никаких границ. Самое то, что я хотела в конце своей речи сказать, что если женщина горит, если женщине нравится, чем она занимается, я считаю, что она себя проявит в любом направлении. Не считая, что техническое направление, медицинское, и так далее. На этом я заканчиваю. То, что я хотела сказать, я сказала. Спасибо вам всем за внимание. Молодец. Большое спасибо. Как мы с вами обсуждали? У вас получилась невероятно пассиональное выступление. Спасибо. А сейчас я хотела предложить тему технологии и обратиться к кандидату литических наук в начале отдела разрешенного названия совместного предприятия квантовой технологии «Атом». Анна Сорокина. Отмечу, что вчера мы с коллегами созванивались и хотели сделать вопрос в режиме онлайн. Затем говорили с вами Лисанной. Она сказала, что у вас недавно проводила собственные исследования о том, как у людей относятся к инруке, к строению научной карьеры. Я бы хотела поделиться с нами свежей технической информацией, а также какие по вашим технологические проекты для зрителей в следующем году. Здравствуйте, коллеги. Я думаю, что сейчас в зале сидят достаточное количество людей, у которых есть дети. Возможно, у кого-то есть в блоке. Здесь сидят коллеги, которые преподают. Поэтому я хочу поговорить как раз о молодом поколении, которое должно прийти в науку, загореться наукой, как сказала Марина, и чтобы они загорелись наукой, действительно надо начинать буквально с детского скала, как заметил Андрей. Почему же это так? Сейчас я покажу вам небольшую презентацию, небольшие цифры, и дальше попробую показать, а как же молодое поколение наукой заинтересовать можно. Вы, наверное, все знаете, что то поколение, которое сейчас у нас 18-20 лет, социологи называют поколением визуала. Они смотрят глазами, когда их спрашивают, где ты хочешь работать, они говорят, главное, чтобы было красиво. Они будут читать книжки, да, если там есть интересные картинки. Если они употребляют информацию, то в основном они смотрят сторинс, рилсы, и когда хотят найти какую-то инструкцию, им проще на ютубе что-то посмотреть, нежели о чем-то читать. Поэтому, чтобы найти подход к этому поколению, надо тоже использовать визуальные источники информации. Вот давайте посмотрим, как же визуально выглядят будущие технологии для представления молодого поколения. Зададим просто вопрос в яндексе, что же такое будущие технологии. Такую картинку мы видим. Ну, вот посмотрите, да, здесь роботы у нас, технологический прогресс, искусственный интеллект. Выглядит все достаточно красиво. Давайте теперь посмотрим, а как же визуально выглядит технология будущего, которую мы видим. А как же визуально, например, выглядит профессия программина, которая сейчас уделяет большое внимание и все хотят стать естественно программистами айтишниками. Действительно, посмотрите, достаточно похоже на те самые технологии будущего. Красиво, модно, цифры, молодые люди достаточно успешные. А что же сделать, если мы вобьем в том же Яндексе картинку с запросом с ученым. Да, и вот посмотрим, а так же карьера ученого в мизуализированном интернете. Вот даже, наверное, у вас сейчас есть догадки, что выглядят они не так красочно, так как программисты. Ну давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, ученый. Большая часть картины это вот такой вот свихнувшийся старик, ученый. И мало кто из, опять же, молодых людей и молодых ребят ассоциирует себя вот с таким вот сумасшедшим ученым. О чем я хочу сказать. Человек будет утилизоваться наукой лишь в том случае, если он будет хотеть быть похожим врачом практически будущего, да, он будет стремиться быть ученым, если в общественном мнении фото-позитивнее. Сейчас вам покажу небольшие цифры из года в год мы проводим исследования, когда спрашиваем молодых людей, школьников, студентов, и просим их назвать три события, три человека, три истории, которыми они бы гордились. То есть позовите, пожалуйста, три события, истории или современности вашей страны, которыми вы гордитесь. Что это может быть? Вот три из года в год выглядят абсолютно одинаково. Вот посмотрите, не знаю, видно, вам не видно. Первое место в топе три всегда занимает элитная Отечественная война, да, чей-то полет, ну, не оказывает она в космос, ну, и Отечественная война 1812 года. Всешкольники читают родину, всешкольники читают отечественная 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 А вот посмотрите, научные достижения, она обычно набирает где-то один-два процента. И когда, опять же, молодых людей просишь назвать какие-нибудь современные научные достижения, молодых у нас мой коллега Андрей говорил о полете Юрия Гагарина в космос. Это, конечно, очень хорошо, но это было, извините, более 50-60 лет назад, да, если спросим, опять же, наших молодых детей и школьников студентов, а какими научными достижениями тем же хочет стать наша молодежь. Как я уже сказала, из-за того, что очень разрекламирована профессия программист, 60% школьников, студентов мечтают стать теми самыми программистами. Что касается научных работников, преподавателей и так далее, здесь на самом деле не самый грустный цифр, каждый пятый говорит, что их интересует в принципе научная программира, и это достаточно хорошо, но все равно программисты у нас с вами побеждают. А первое же, здесь можно спрашивать, почему, когда отговаривали с молодыми учеными на профессии молодых ученых, они жалуются, что у нас, например, есть IT-ипотека, да, и если ты станешь программистом, тебя будут всячески любить. А вот, например, какой-нибудь задоточной ипотеки для молодого ученого нет, у них, конечно, есть большой запрос на то, чтобы их в качестве поддерживать. Но, как я уже сказала, здесь вот к ним же обращались к молодым ученым, и спрашивали, а что же, на ваш взгляд, может вам развивать на ум в России для технологического лидерства? Здесь, вот, посмотрите, на первое место как раз, на самую государственную поддержку у них есть запрос на то, чтобы увеличивались меры государственной поддержки, дальше у них есть запрос на запрос на научность стажировок на предприятии, и третье, что самое главное, это популяризация. Все молодые и ученые говорят, что наука будет развиваться только в том случае, если будет одна самая модная наука, ученым должно быть модным. Только в этом случае молодые люди будут идти в науку и заниматься как же можно привлекать молодых людей в науку быстро, пробегуство меры, что говорят в зале молодые ученые, что думают эксперты. Но здесь, вот, опять же, цитаты показаны молодым ученым. Они говорят о том, что необходимо популяризация буквально с детского сада. Здесь возникает вопрос, что вам такую физику рассказывать в детском саду. Оказывается, можно. Вот посмотрите, что, например, делают наши зарубежные коллеги, и это международный опыт карточки о том, как рассказывать про data analysis, про анализ данных детям обработанных лет. то их вообще не смущает, что искусственному интернету анализу данных можно обучать в один-два года. Это все в напрятном пособии. пример на интернет которые занимаются техническими науками, если вы знаете основу квадровой физики, то понимаете, что один из главных принципов квадровой физики – это суперпозиция, когда объект может одновременно находиться в двух состояниях. Как это показать на фазе? Вот обычный пример – кролик или лук. В зависимости от того, как вы на него посмотрели, это может быть и кролик, и лук. То есть, вот такие, опять же, визуальные примеры можно изучать науку. Примеры китайского опыта, когда на уровне правительства дети буквально с детского сада формировали списки книг «Танета», и эти списки книг – это не только художественная литература, это книжки по естественно-научным дистрибинам, потому что они считают, что именно буквально с детского сада, опять же, в общем, знаете основы генетики, химии, физики и так далее. Научные меры. Одно из интереснейших направлений – как современные молодежи рассказывают про науку, да? И здесь, если опять же есть в зале математики, вы легко разгадаете этот момент, да? Когда мы… о чем? Ты молча? Квадратное поравнение, да? Можете присмотреться. Ну вот, опять же, ребёнку показывают какую-то весёлую картинку, а потом спрашивают, какое же правило тематическое, физическое, химическое этот мем может иллюстрировать, опять же, в обычные мемы, в образовательных практиках они применяются. Виртуальная экскурсия. Действительно, это поколение визуалов, которым надо патроны пощупать. Если мы не можем патроны пощупать, можно посмотреть. Сейчас музеи мира, в том числе научные, музеи мира позволяют совершать виртуальные экскурсии. Вы можете с ребёнком сходить в любой виртуальный музей, посмотреть, как это всё работает. Вот, пожалуйста, ещё одна из таких вот иллюзионных практик преподавания в физиологическом музее. Ну вот, например, это как российский музей. И обязательно знакомьте детей с искусственным интеллектом. Здесь можно придумывать задания, когда искусственный интеллект помогает ребёнку преизобразить какую-то картинку, придумывать какой-то текст. Здесь, опять же, этого не надо бояться. Зайчил в будущее. Один из примеров, как раз, который использует наша компания. Ежегодно мы проводим цифровые уроки. Здесь вот пример цифрового урока. О том, как детям можно рассказывать про квантовые вычисления. Интересно. Можете вместе с ребёнком, опять же, пройти. Надо рекламу, я понимаю, да? Пример того, как визуально изучать квантовую физику, чтобы было интересно, чтобы это было нечерезно. И, опять же, современные компании открывают свои двери для школьников, для студентов, проводят там экскурсии. Ищите интересные экскурсии. Только если ваш ребёнок побывает, пощупает, потрогает, понюхает, в те же лаборатории прикоснётся, а сейчас лаборатория открывает двери, только в этом случае он может сгореться наукой. Спасибо большое, надеялись, что книги были ответы. Спасибо. А на продолжение вашего очень интересного такого сообщения, первое, на чём я хотел сделать акцент. Я думаю, многие рождённые 70-х и 70-х помнят, что практически в каждой семье дома была книжка «Научные фокусы». Мой дядя, самый частный файл отдал и подвал физику, именно через эту книгу проявил интерес у меня к физике, ну и закончил с хорошей положительной акцент. Это первое. То есть вот такая игровая форма. Второе. То, что там нас затрагивает несколько раз дошкольного учреждения. Уважаемые коллеги, у нас практически сформирована концепция развития дошкольного образования до 2030 года. В прошлом году своё направление государственное общественное управление было закреплено. И всё то, что сегодня в нашей уважаемой спирке говорил, там тоже отражено. То же самое, как и в программе просвещения для родительской общественности. Как вы знаете, буквально неделю назад президент издал указ о формировании представителей аппетита до 1 августа Общероссийского родительского комитета, Мадыгиного министерства просвещения. Это такое а-ля общественно-государственная структура будет. Поэтому всё, что мы сегодня с вами обсуждаем, скорее всего, а я уверен, и мы это сможем сделать, консолидировать эти предложения для реализации их на уровне федерального значения как раз о науке в школу. Наука в сад, наука в школу. Пусть они придут уже другими сформированными, но сейчас здесь идёт формирование личности и заинтересованности. От первого педагога до первого учителя, да, от первого учителя до первого директора. То есть вот это время первых, российское движение детей и молодёжи, движение первых. Вот это первое, оно должно так расположиться именно на науке. Если мы хотим сформировать технологический структур, поставим задачу президентам, не только консолидация от дошкольного и высшего общества позволит эту задачу решить. Поэтому я полностью буду поддерживать и говорю, что предпосылки, документы и всё здесь. Как только это просто сейчас соединиться в одно целое и будут те кто-то. Анна, я тоже хочу рассказать. Это действительно очень интересная тема, такая о о школьном воспитании. У тебя привлечение как раз-таки очень детей, как и прочная наука, как физика или математика. Просто привести пример. Есть такой российский физик, математический физик, учитель в школе. Мой гостья, сам фамилия, и он имеет миллионы просмотрений на ютубе, только объясняя простым языком, как нужно проводить опыт, школьные опыты. И на таком же уровне простом, доступном для школьников читать лекции. Для меня, например, тоже это очень удивительно. Я считаю, это вот такой вот новый этап привлечения внимания аудитории, буквально аудитории к своему предмету. И если есть такие учителя, это просто другой предмет. Это площадка ТикТок. Казахстанский учитель химии поет под гитару. То есть, используя популярные песни, поет их с помощью химических элементов. То есть, кто тем самым тоже набирает миллионы просмотров, и кто-то получил какой-то приз от этой компании. Чему я это говорю? Что сейчас есть такая возможность для преподавателей, школьных преподавателей, а для преподавателей в университете. Как есть такая возможность, куда использовать интернет-ресурсы? Коллеги, большое спасибо. Мне кажется, у нас получилась очень хорошая дискуссия. Я думаю, что в консерендации наших усилий, и на преподавателем уровне, и на преподавателем, и в университетском, в том числе, мы как раз-таки движемся в правильном направлении. И хочу сказать, что все мы знаем, что, например, образ того же программиста еще лет 20 назад было совершенно иначе. И сегодня мы увидели очень наглядно у Анны на презентации, как сейчас воспринимается современный айтижник. Как раз-таки объединив все усилия, мы, как у нас всегда, как площадка, опять же в кинерейшем, с первым веком была, спопуляризировая науку. Мы все вместе стараемся преподносить ребятам важность, нужность, интересность профессии ученых, исследования. Поэтому я считаю, что в объединении мы как раз-таки получим верный, правильный результат. Я уверена, что следует точно и есть что, и будет что. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем нашим зрителям.